Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня у нас замечательная тема о виниле. Я побывал на виниловом заводе и расскажу, каково это. Расскажу, как производят винил, поделюсь своими впечатлениями и, возможно, открою для вас что-то новое и интересное. Я уже когда-то снимал видео про винил, но оно уже немного устарело. У меня два года лежало в столе, и я, короче, решил просто сделать его на бусте, потому что оно потерял уже свою актуальность. Я там рассказывал про свои пластинки, которые у меня есть. Наверное, многие не знают, что у меня большой диджейский бэкграунд, в том числе и организация вечеринок, и гастролирование по различным интересным клубам. И прежде чем мы начнем, давайте немножко фактов о виниле, в принципе, как о носителе как таковом. В 70-х и 80-х годах винил был очень популярен, он был основным носителем музыкальным. Но после этого компакт-диски вытеснули с рынка винил и практически полностью заменили его. И только в середине 2000-х годов продажи виниловых пластинок начали расти, а в 2020 году продажа виниловых пластинок настолько выросла, что даже перейдила продажи компакт-дисков впервые с 80-х годов. Чем же вызвана такая популярность этого носителя и почему вот так все происходит? Давайте тоже попробуем разобраться. Во-первых, мне кажется, что звук с виниловой пластинки до сих пор подкупает любителей аналогового звучания, потому что это физический процесс, который невозможно как-то интерпретировать в цифре. И сам процесс прослушивания пластинки, это нужно подойти, поставить, купить, распаковать, получить на почте или найти ее в магазине. Но это интересный процесс, который реально доставляет удовольствие. Звук винила теплее и насыщеннее по сравнению с цифровыми носителями. Многие виниловые пластинки стали объектом коллекционирования. По многим причинам люди покупают их. Это может быть какой-то ограниченный тираж или какая-то красивая обложка в том числе. В Берлин, где я нахожусь, известен своей живой клубной культурой, своими техновечеринками. И многие диджокеи предпочитают играть на виниле благодаря его аутентичности и самой культуре. В Берлин существует очень много специальных магазинов, где можно пойти. Даже не просто какой-то набор винила, а даже по критериям. Например, Hardwax имеет определенные направления музыкальные. ХХВ имеет другое направление. Space Hall третье и так далее. То есть даже можно найти магазин, который будет подходить по музыке вам ближе. В общем, здесь это очень развито. В мире цифровых технологий очень популярны стриминговые сервисы. Но даже несмотря на это, виниловые меломаны продолжают покупать винилы, в том числе и я. У меня есть небольшая коллекция, которую я привез с собой. Я также пополняю ее, постепенно приобретая новые пластинки. Ну, я использую в основном это для диджейских сетов. Но, тем не менее, нельзя назвать это коллекционированием, конечно. Но это больше какой-то диджейский такой диггинг. Моей мечтой всегда было выпустить виниловую пластинку со своей музыкой, которую я записываю на синтезаторах. Мне казалось это кощунственным отдавать эти музыкальные композиции в тираж в цифровой. И мне всегда хотелось именно на виниле ее издать. И находясь здесь сейчас, в Берлине, я просто не могу этого не сделать. Потому что вокруг меня есть заводы, есть инфраструктура. Я прям чувствую, как это может быть здесь суперактуально. И в том числе для меня это снова идея внутри как-то разожглась. И мне хочется уже довести это дело до конца и реализовать свой давний замысел. На протяжении долгих лет я покупал виниловые пластинки. Я поддерживал эту виниловую культуру. У меня где-то около 500 штук, наверное. Эти виниловые пластинки представляют собой в основном клубные какие-то истории. Ну, иногда меня заносило. Я мог купить какой-нибудь альбом, например, чей-нибудь. Вот, например, Моррис фан Уосфальд. Последний альбом, который я покупал, это Моррис фан Уосфальд. Я посетил концерт его здесь, в Берлине. И там можно было приобрести эту пластинку. После посещения завода в городе Гюстров, он находится 200 километров примерно южнее от Берлина. Я ездил туда на поезде. Я хочу выпустить свой собственный винил и нуждаюсь в вашей поддержке. Если вам нравится моя работа и вы хотите помочь, то сделайте донат на мой первый релиз. Этот релиз для меня важен прежде всего как для музыканта. Ваша поддержка поможет мне реализовать этот проект и, возможно, внести вклад в развитие виниловой культуры в том числе. Вы можете отправить любую сумму. Это может быть 150, 500, 1000, 5000. В зависимости от ваших возможностей. Мне будет безумно приятно ваша поддержка. Спасибо. Поскольку город Гюстров находится недалеко от меня, я решил поехать на поезде. Я приятно провел 2 часа времени, поиграв со своим новым вторым диджит актом. И, не заметив, как быстро оказался я в этом городе, дошел до завода Метрофакт. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, как аккуратно упаковывают пластинки сотрудники этого завода. Поскольку моя деятельность связана напрямую с дизайном, конечно же, я сразу посмотрел, какие упаковочки, какие обложечки и все такое. Процесс производства винила включает в себя несколько ключевых этапов. Помимо того, что вам нужно записать трек, вам нужно его свести. Вы можете делать это сами, либо просить кого-то, в зависимости от того, насколько ваш скилл позволяет это сделать. Но вам необходимо обязательно сделать мастеринг. Мастеринг включает в себя в основном балансирование громкости, окулизацию. То, что требуется именно под формат винила. Далее, следующим этапом необходимо создать матрицу. Это называется так, мастер трек. Он записывается на лаковый диск с помощью специального оборудования, которое есть на заводе. То есть вырезается звуковая волна вот на этом черном диске. Звук записывается по спирали на поверхность этого диска. И далее происходит процесс гальванизации. То есть лаковый диск покрывается каким-то металлом. И после чего погружается в гальваническую ванну. И получается некий такой штемпель, штамп. Который будет использоваться в дальнейшем для прессования виниловых пластинок. Вот он, такой железненький, блестящий. На самом деле он не тяжелый. Может, похож на тарелку. Дальше виниловые гранулы. Они нагреваются и превращаются в такие кусочки будущего винила. Они могут быть различных цветов. Но на этом заводе ребята печатают на различных цветах. Вот такие упаковки с этими гранулами. Только что можно выбрать любой. В том числе можно использовать ресайклинг материал. Который немного дешевле. И тем самым они как бы перерабатывают старые пластинки. Крошатся, мельчатся и снова нагреваются. Ну, можно создавать какие-нибудь такие узорные штуки. Так выглядит станок основной. Штамп прикручивается к этому станку. Кладутся два яблока сверху и снизу. И вот этот вот материал, из которого будет изготовлен винил. Все это дело отправляется под сильнейший пресс. Можно даже услышать, как он сжимает этот пластик. Мощность этого сжатия 100 тонн. Дальше происходит охлаждение и обрезка излишеств. Теперь пластинка выглядит так, как будто бы ее можно играть. Далее происходит некий контроль качества. Возможно там что-то не так сделалось. В общем, проверяют его на заводе обязательно. Вот так выглядит производство внутри. Очень много всяких компрессоров и различного сложно-технического оборудования. Все серьезно. Мне даже удалось самому отпечатать пластинку. Предложили. Это не очень сложно на самом деле. Все механически. Я запустил пресс. А после чего обрезал излишки пластинок, чтобы придать ей форму. Вот такая красота. Меня очень вдохновил этот завод, потому что здесь очень много винила, во-первых. Во-вторых, само производство, этикетки, которые сочетаются с дизайном винила и все такое. Короче, мне как диджокею и дизайнеру тут было очень приятно и интересно. Ребята из Метрофакт предложили мне оставить свой автограф. Теперь мой автограф среди многих других музыкантов будет висеть у них на заводе. Это очень приятно. У них есть такой специальный уголок для этого. Ну и взамен я попросил у них кусочек желтого винила и автограф от них. С ребятами из Метрофакт мы познакомились сначала онлайн. Андрей отреагировал на мои риелсы. А после чего мы уже по-настоящему встретились на Супербуссе 2024. Пообщались и вот запланировали вот такую поездку на этот завод. Виниловые пластинки могут быть различного дизайна. Вы просто можете выбрать и скомпилировать любые цвета, которые вам нужны. Ну или просто черная классика, как всегда. Процесс производства пластинок это довольно муторная история, потому что в течение дня раз за разом происходит печать этих пластиковых блинов, которые в последующем будут радовать нас своим звуком, в том числе и в ночных клубах или у дома у кого-то, у камина. Большое спасибо этим ребятам, которые занимаются производством этих пластинок. Они горят своей работой и это видно даже по надписям на футболках, которые они носят на свою работу. Короче, настоящие мастера своего дела. Благодаря им и музыкантам, которые по-прежнему хотят эту культуру поддерживать, мы имеем вот такую богатую виниловую какую-то историю, что ли, и сопричастность к этой культуре. Мне кажется, тут какое-то даже ощущение единства, что ли, существует, когда речь о таких штуках. Я слышал очень много различных слоганов, типа «Buy vinyl, go to heaven» и все такое. Напишите в комментариях, какие вы слышали слоганы в поддержку виниловой культуры. Интересно. Стопочка постепенно растет. После завода виниловые пластинки попадают в дистрибьюцию, которая раскидывает эти виниловые пластинки уже по различным магазинам. Все зависит от дистрибьюции. Конечно, хорошая дистрибьюция работает с различными магазинами. Чем больше, тем лучше. Столько коробок с пластинками. Хочу еще раз сказать большое спасибо ребятам из MatterFact, которые сделали такую экскурсию у себя на заводе, показали, как они трудятся. Там не так много людей занимаются этим, но, тем не менее, процесс повторяющийся, печать, проверка качества, упаковка, все это требует определенного внимания и, наверное, любви какой-то, что ли, к делу. У ребят также есть отдельная комната, где куча-куча различного винила и диджейские вертаки, где они планируют устраивать различные подкасты. Так что подпишитесь на их YouTube, они там немного тоже об этом рассказывают. Надеюсь, вам будет интересно. Ну, а, конечно, как вы хотели? Кто может быть владельцем винила? Конечно же, преданные этому делу люди, диджокеи или музыканты. В общем-то, все как-то закономерно и естественно, скорее всего. В ближайшее время я запущу свой лейбл и призываю вас следить за моими релизами, за обновлениями, возможно, диджитал-релизами, подкастами. А если вы хотите поддержать мое дело, я буду вам по-настоящему благодарен. Все ссылки будут в описании. Всем пока.